Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги «Экклезиаста», хотя ее как будто бы не «Экклезиаст» писал, и мы прочитаем ее в переводе «Российского библейского общества» для библейского портала «Экзегет». В конце седьмой главы «Экклезиаст» затронул тему женщин, и там уж он отвел душу и сказал, что не нашел он из тысячи ни одной женщины, и тут какой-то прям переломный момент. Вот он этим подвел как бы черту под своим поиском счастья, удовольствия, богатства и достатка. Сказал, все у меня было, но все это не то. И вдруг восьмой он переходит к такой простецкой мудрости, к мудрости, но без этих изысков его таких декадентских, каких-то уныло-мрачных. Кто сравнится с мудрецом, кто все разъяснит, мудрость освещает лицо и смягчает его черты. «Помни слово царя и клятву данную перед Богом». Прям книг-притчей прошла, пошла вот с ее такой житейской мудростью. Отчасти, конечно, она свыше, но отчасти она просто житейская. То есть вот будь мудрым, исполняй свои обязанности перед царем, все будет хорошо. «Не спеши уходить от царя и ни правого дела не отстаивай, бы царь сделает все, что захочет». То есть, по-видимому, не бросай царской службы, не отказывайся от царя, потому что он только что говорил, сколько угнетений, несправедливости. Посмотрев на это, очень хочется сказать, «Ой, я в этом не участвую, это без меня, пожалуйста». Говорит, не спеши. Царь сделает все, что захочет. То есть вот хочешь чего-то добиться, будь неподалеку от царя. Он кто вообще-то, он сам царь? А говорит, как будто вот какой-то, ну, простолюдин, который, ну, может, не простолюдин, но какой-то там человек вот среднего уровня, который размышляет за нецелем и тем, чтобы на царскую службу пойти или чем-то еще. За словом царя власть никто не скажет ему, что ты делаешь. Ну, да, про то же самое. Мне кажется, что все-таки экклезиаст, как царь Соломон, это лирический герой, это воображаемый человек, ну, реальный, но он здесь предстает как говорящий то, что говорит автор, якобы от себя. Что вот здесь автор книги создает образ идеального царя, который, ну, кто жил лучше Соломона, у которого все было хорошо, который, тем не менее, вот с женщинами был как-то очень невоздержан, и поэтому, поддавшись чарам некоторых из них, стал отчасти языческие обряды исполнять. Вот еще всякие проблемы у него были. Но вот эта глава 8, она такая вот житейская мудрость. Вот можно подумать, глядя на этого царя, что вообще-то вот лучше от этих царей подальше. Нет, вот это для вас такой комментарий. Все-таки будет здорово быть на царской службе, многого можно добиться. Исполнив приказ, не попадешь в беду. Мудрый помнит о времени и о суде. Да, вот как раз наставление для тех, кто на царской службе. Всякому делу есть время и суд, ибо злодеяния людские тяжкие. Что будет потом, человек не знает, и как это будет, кто поведает ему. Человек невластен держать ветер, невластен над днем своей смерти. От войны нельзя ускользнуть, и никто не спасется злодейством. Ну вот, наконец-то, любимая тема Экклезиаста, да, все это поняли. То есть, да, да, да. Получается, что все это, вот такая история, которая заканчивается смертью, хоть ты на службе царя, хоть не на службе. Это был бы не Экклезиаст, если бы этого не было. Все это я видел, когда постигал все дела под солнцем. И вот, человек властвует над человеком и приносит ему зло. Для царя довольно смелое утверждение, как и прочие утверждения про несовершенство общественного устройства, про зло, которое творится в государстве. Я видел, как хоронят злодеев, а после люди идут домой, прочь от святого места, и город забывает злодеев, и это пустое. Понятно, да, то есть, на царской службе, или тем более с позиции царя, очень часто такое видишь, хоронят злодеев, и город их потом забывает, а похороны были пышные, государственные, сколько угодно. Где медлят карать зло, сердца людей склонны к злодеяниям. Вот тоже очень важный принцип для государственного правления, да. Когда ты медляшь карать зло, ты тем самым его провоцируешь. Грешник грешит стократно и долго живет. Книга Иова об этом. Но я знаю, те, кто боится Бога, будут счастливы. Вот книга Иова совсем не об этом. Вот здесь такая немножко разноголосица возникает, да. Мы говорили, что притчи нас учат. Грешник получает по своим заслугам плохое, а праведник хороший. Книга Иова говорит, а бывает абсолютно наоборот, это очень неправильно. А экклезиаст, он слушает того и другого, а потом как бы добавляет, ну, все равно все умрем. Поэтому не надо этим слишком сильно озабочиваться. Но все же он больше склоняется на сторону притчи. Те, кто боится Бога, будут счастливы. А злодей счастлив не будет. Он недолговечен, как тень, потому что не боялся Бога. И обратим внимание, что счастье он действительно видит, как такую единственную шкалу оценки, вот как человек прозвал жизнь. А был ли он счастлив? Был ли счастлив ты в жизни земной, как сказал великий русский писатель, ставший по этому поводу поэтом. Потому что не убоялся Бога. Есть еще пустое, творимое на земле. Праведники получат удел злодеев, а злодей удел праведных. Я сказал, что и это пустое. Ну, а вот его вывод, что все равно все перемешается. В следующих поколениях люди по-другому распределятся на праведников и грешников. А потому, тут повторы из предыдущих глав. И восхвалил я веселье. Нет чести под солнцем для человека, кроме как есть и пить и веселиться. Таковы плоды его труда во все дни под солнцем, дарованные ему Богом. Ну, это такое краткое резюме. То есть живы и настоящим, радуйся тому, что есть это от Бога. Устремился я сердцем к тому, чтобы познать мудрость и рассмотреть все труды на земле, из-за которых глаза людей не ведают сна ни днем, ни ночью. Я видел все божьи дела, но человеку не постичь того, что происходит под солнцем. Он не постигнет этого, как бы ни старался. И хотя мудрец скажет, что он что-то знает, и ему этого не постичь. Ну, понятно, да. То есть, как я ни старался, а все равно остается некоторая тайна. И что делать с этим, я честно скажу, не знаю, признается экклезиаст. И в девятой главе, пожалуй, он с наибольшей полнотой из всей этой книги вот эту непостижимость жизни будет описывать. Продолжение следует...